Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 62-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать, наверное, востребованный виджет. Вот такой вот анимированный прогресс бар. Ну, уже всё понятно, да, что мы можем задать любой процент здесь. Как полоска двигаться хоть на 100%, хоть на 10%. То есть вот такой вот бар. И он имеет ещё ряд настроек. Давайте перейдём в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. После того, как мы виджет перенесли на холст, его длину мы можем настроить, потянув за крайний маркирочек. И давайте по умолчанию посмотрим сразу, как он выглядит. То есть выглядит он вот таким образом. Здесь есть некий текст, который мы можем отключить, если нам здесь ничего не нужно. Итак, вот первое поле в настройках. Здесь мы пишем какой-то текст. Дальше выравнивание этого текста ниже. По левую сторону, по центру или справа. Текст, размер текста вот этого текста можем увеличить здесь. Вот эта опция – это отступ текста от нашей полоски прогресс-бара. И, соответственно, цвет этого текста можем задать здесь. Ну и последняя опция, которая относится к тексту – это шрифт. Из выпадающего списка вы можете выбрать шрифт. Сразу же прямо здесь на холсте мы можем видеть, что у нас тут текст демо поменялся, сменился цвет и размер. Дальше. Вот эта опция, то есть сколько процентов показать на данном прогресс-баре. То есть смотрите, я ставлю, например, 70 и смотрим. И вот на 70 у меня полоска произвела анимацию и дошла до 70%. И вот здесь в всплывающем лейбле показывают 70%. Сейчас мы будем настраивать эти цвета. Обратите внимание, что сам лейбл черного цвета, на нем текст 70% белого цвета. Это мы все можем настроить. Следующая опция – это Style, то есть стиль. Вот эти стили просто, они становятся такими тоненькими. Ну, в принципе, можете выбрать посмотреть. И вот дальше идут цвета. Background, Bar, Color. То есть это у нас сам бар, его цвет. Вот я беру, например, вот такой. Bar, Color – это вот эта заполняющая анимированная полоска. Какого сделать ее цвета? Я сделаю ее прямо красной, чтобы вы сразу понимали, где это находится. И вот Background, Label, Color. То, что я вам говорил, черная такая всплывающая, там, где у нас показывается процент. Вот она черная. Мы назначаем ее своим цветом здесь. И, соответственно, текст на этом лейбле, если светлый вы сделали Background, значит, надо брать темный. Давайте посмотрим. Вот видите, да, красная полоска заполняется. Лейбл стал желтым. Цвет текста 70% темно-зеленым. У нас осталось две опции. Это два чекбокса. Первый, если мы ставим галочку, наша вот эта анимированная полоса должна быть с такими полосками. Но, честно говоря, у меня почему-то только с одной стороны там полоска есть. И больше нет. Не знаю, с чем это связано. И Hide Text, то есть скрыть текст, который вы вписали вот здесь вот в первом поле. То есть если вы там над ним не хотите никакого текста располагать. Давайте посмотрим. Вот вы видели, да, сейчас полоска пробежалась. Нет над ним текста. И здесь вот едва видно такая полоска. То есть вот эта сама полоса, вот эта красная, она может быть полосатой еще сама по себе. Благодаря вот этой опции. Но почему-то у меня ее плохо здесь видно. В общем, я не буду ее здесь ставить. В общем, вот они все настройки данного виджета. Соответственно, у вас, скорее всего, будет несколько вариаций демонстрации. Демонстрации вот этим баром каких-то ваших презентаций или еще чего-либо. Вы просто зажимаете Alt и дублируете этот виджет. Соответственно, сколько угодно, сколько вам нужно. И у каждого элемента виджета настраивайте свой процент вот этого бара. Сколько вам нужно. На этом урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok